Представьте себе лазурное море с его великолепным зеленовато-синими оттенками, а также океан с его глубоким синим цветом. Смешайте, и у вас получится красивейшая симфония цветов. Эта палитра очень хорошо описывает минерал под названием хризакола. О ней я уже упоминал несколько раз в двух прошлых рассказах про минералы. Но если Азури ценится за темно-синие большие кристаллы, а Малахи стал одним из важнейших источников меди и двигателем прогресса человечества, то хризакола покорила мир своей цветовой палитрой и красивейшим видом. Из-за этого ей приписывали множество магических исцеляющих и духовных свойств. История камня уходит далеко в прошлое и наполнена легендами и мифами. И сегодня про нее, про хризаколу. С вами как всегда Анатолий и вы на канале Тестоун. Приятного просмотра. Название хризакола впервые использовал для описания камня Теофраст, греческий философ и ботаник, в 315 году до нашей эры, в своем труде в трактат о камнях. Название произошло от греческих слов хризос, что означает золото, и кола, что означает клей, ссылаясь на тот факт, что хризакола использовалась с древнейших времен ювелирами в качестве ингредиента для припоя, который римляне называли сантерна, для сварки золота и изделий. А французский минеролог Андре-Жан-Франсуа-Мари-Брашан-де-Вилье ввел название хризакола в минералогию в 1808 году. Хризакола имеет богатую историю, охватывающую различные культуры и периоды времени. В древнем Египте хризакола высоко ценилась за свои яркие цвета и часто использовалась в ювелирных изделиях и декоративных предметах. Считалось, что она приносит защиту и процветание своему владельцу. А еще есть легенда, что царица Клеопатра носила хризаколу как украшение. Она приписывала этому натуральному камню успокаивающие свойства, идеально подходящие для ее пылкого темперамента. В Древнем Риме этот камень считали камнем богачей и знати. Как пример, римский император Нерон был страстным поклонником колесничных гонок. Он сам умел править колесницей и даже выиграл гонку на Олимпийских играх. При Нероне начали формироваться крупнейшие гоночные клубы. Самыми важными были четыре команды – красные, синие, зеленые и белые. Зеленая фракция была доминирующим клубом, поэтому, когда Нерон должен был принять участие в гонке в качестве вознищего, он посыпал ареноцирка молотым зеленым порошком хризаколы вместо обычного песка. Роскошь, доступная только очень богатым людям. Хризакола ценилась на протяжении всей истории за свою красоту и предполагаемые метафизические свойства. Древние цивилизации, такие как Кацтеки Центральной Америки, использовали хризаколу в различных декоративных и символических целях. Они верили, что минерал обладает целебными свойствами и использовали ее в своих ритуалах и церемониях. Из хризаколы часто делали амулеты и носили как символ защиты и духовной связи с богами. В Южной Америке инки изготавливали золотые украшения с хризаколой. Они ассоциировали ее с водой, важнейшим элементом природы, дарующим жизнь. Но украшения из хризаколы в Южной Америке были найдены археологами еще в гробницах мумий до инковского периода. И это означает то, что этот минерал был популярен еще раньше в истории этого континента. Причудливые узоры минерала вдохновляли творчество многих художников и ювелиров всего мира. Кто-то использовал ее как припой для золотых украшений, а в некоторых древних культурах ее измельчали в порошок и использовали в качестве пигмента для росписи фресок и окраски керамики. В эпоху Возрождения художники использовали ее в качестве акварельного пигмента для оформления иллюминаций и пергаментов. И конечно же, кристаллы хризаколы заняли особое место в метафизических и духовных традициях древних цивилизаций. Ей приписывали связь с духовным миром, эмоциональным исцелением и спокойствием. Во многих культурах хризакола была защитным камнем, и ее яркие цвета и успокаивающая энергия сделали ее одним из любимых камней для шаманов и магов того времени. Но это все легенды и верования прошлого. А сегодня мы знаем, что хризакола это сложный минерал, водный силикат меди с такой химической формулой. Именно этот сложный химический состав придает хризаколе ее уникальные свойства и поразительный внешний вид. Ее яркие синие и зеленые цвета обусловлены наличием меди в ее структуре. Хризакола может варьироваться от ярко-бирюзового до глубокого изумрудного зеленого цвета, часто демонстрируя смесь этих цветов в замысловатых узорах. Именно из-за разнообразия такой цветовой палитры и визуальных сходств ее часто ошибочно принимают за бирюзу. Хризакола это микрокристаллический минерал, что означает, что ее кристаллы слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Камень часто встречается в гроздевидных или волкнистых образованиях, напоминающих красочные сталактиты или тонкие нити. Хризакола образуется в зонах окисления месторождений меди, где она часто встречается вместе с другими вторичными минералами меди, такими как малахит, азурит и бирюза. Про все эти три минерала у меня уже есть отдельные видео, и вы можете их уже посмотреть. Хризакола имеет стекловидный или тусклый блеск, в зависимости от ее поверхности и качества образца. Ее твердость колеблется от 2 до 4 по шкале мооса, что делает минерал относительно мягким и хрупким. Мягкость позволяет выполнять сложную резьбу и формовку, но хрупкость и чувствительность к теплу и химикатам затрудняют процесс обработки. Эти особенности делают ее более подходящей для использования в ювелирных изделиях, которые не будут подвергаться сильному износу. И для хорошего ювелира и мастера-гранильщика этот минерал стал фаворитом из-за своей красоты и цвета. Так как хризакола часто смешивается с другими минералами, то появляются уникальные камни, например, эйлатский камень. Он получил свое название от города Эйлат в Израиле, где его когда-то добывали. Минерал характеризуется зеленовато-голубой гетерогенной смесью нескольких вторичных минералов меди, включая малахит, азурит, березу, псевдомалахит и хризаколу. Эйлатский камень является национальным камнем Израиля. Также известен как камень царя Соломона, так как легенда гласит, что эйлатский камень изначально добывался в шахтах царя Соломона в Африке. Еще один вид хризаколы, который вы можете увидеть или услышать, это сонора-санрайс хризакола. Сонора-санрайс – торговое название привлекательного красного и зеленого минерала. Он встречается в природе в виде камня, состоящего в основном из сине-зеленых хризаколы и ярко-красного куприта. Это сочетание цветов можно огранить в красивые кабошоны, которые напоминают природные пейзажи под ярко-красным небом. Название же этот минерал получил от одноименного штата в Мексике – Сонора. Также этот минерал известен под такими названиями – хризакола-куприт, соноран-санрайс, соноран-санцет. Но есть еще один вид хризаколы, который тоже очень похож на сонору. Это так называемая хризакола-крыло-попугая, с английского – перет-винг. Если в Соноре хризакола смешивается с красным купритом, то в крыле попугая она смешивается с красно-коричневой яшмой, что тоже придает образцу минерала красивый и необычный вид. Но самый интересный вид, как по мне, это хризакола-халцидон. Хризакола-халцидон – полудрагоценный камень с ярко-синей или зеленой окраской. Название камня происходит от его состава. Микрокристаллический кварц – халцидон, окрашенный присутствием хризаколы. Наиболее распространенное прозвище хризаколы-халцидона – драгоценный кремень – джемсиликон. Хризакола-халцидон – это в первую очередь все же халцидон, тип микрокристаллического кварца. Все кварцевые камни состоят из кремнезема, то есть диоксида кремния. Отсюда и название – драгоценный кремнезем или драгоценный кремень. Эта разновидность халцидона содержит хризаколу в виде смесей или в виде включений. И самое интересное в этом камне – твердость. Если у простой хризаколы она 2,4, то джемсилика, как разновидность кварца, имеет твердость 6,5-7. Это делает этот минерал превосходным материалом для создания красивых и устойчивых повреждениям и царапинам украшений. Хризакола-халцидон была найдена только в нескольких местах на планете, многие из которых с тех пор были истощены. В настоящее время основным источником является Аризона, в частности шахта Майами-Инспирэйшн и Индонезия. А если хризакола совмещается с кварцем, а не халцидоном, то получается интересный минерал, который так и называют кварц-хризакола или кварцевая хризакола. Также встречается и другое название этого минерала – стелларит, но это только торговое название этой комбинации минералов. Теперь вы будете знать, что джемсилика, хризакола-халцидон, кварц-хризакола – это не совсем хризакола. И редкость, и красота этого камня делает его достаточно дорогим, что приводит к тому, что минерал часто подделывает. Но детально об этом мы поговорим отдельно, когда затронем тему халцидона и кварца. На данный момент можно еще выделить такие места добычи хризаколы. В США. Значительные месторождения находятся в Аризоне, Нью-Мексико и Неваде. Чили. Известно производством высококачественной хризаколы, часто встречающейся в пустыне Атакама. Перу. Предлагает хризаколу уникальных и ярких цветов, а также силику-хризаколу. Еще этот минерал добывают в Демократической Республике Конго, в Израиле и в Австралии. Также есть рудники на Мадагаскаре. Если говорить про украшения из хризаколы, то всегда следует проявлять особую осторожность с ними, чтобы поддерживать камень в хорошем отполированном состоянии. Хризаколу иногда покрывают прозрачной бесцветной смолой для улучшения долговечности и внешнего вида. Поэтому следует избегать паровых и ультразвуковых очистителей, бытовой химии и длительного воздействия чрезмерно высоких температур, поскольку они могут нанести непоправимый ущерб камню и этому покрытию. Самый безопасный способ очистки хризаколы – это теплая мыльная вода и мягкая ткань. Украшения из хризаколы следует хранить отдельно от других ювелирных изделий, которые могут их легко поцарапать. Избегайте ударов по украшениям из хризаколы, поскольку это может привести к трещинам и расколу камня. Как видите, хризакола – очень красивый и необычный минерал, который нашел свое достойное место как в древней истории, так и в невероятных украшениях и декоративном искусстве в наши дни. Надеюсь, вам было интересно и познавательно, и вы узнали что-то новое из этого видео. Не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Спасибо за просмотр, всем пока!